Всем привет! Вы на канале Вкусно Дома! И сегодня у меня для вас вот такой необычный ажурный декор из вафельной бумаги, из которого потом можно сделать такие композиции. Для декора мне понадобится 2 листа вафельной бумаги, бумага обязательно тонкая. Измельчаю эту бумагу в мисочку, чем мельче кусочки, тем лучше. И буду заливать их водой. Воды я использовать буду 120 мл. Количество воды, количество листочков, весь инвентарь я укажу в описании под видео. Дальше оставляю эту смесь буквально на 2 минуты, чтобы бумага начала размекать. И вот начинаю уже перемешивать это все венчиком, чтобы масса получилась однородной. Окрашивать это все я буду сухим красителем, который предварительно растворила в воде. Но сейчас я его не окрашиваю, потому что я хочу одну штучку сделать белой. Консистенция получается как будто бы клей. Небольшое количество смеси этой вафельной я выливаю на разогретую сковородку. И вот такими круговыми движениями распределяю. Можно помочь себе немножко вот лопаткой. По мере того, как вода испаряется, ажурный вот этот блинчик, он начинает отлипать от сковородки. Вот как говорится, первый блин комом. И вот у меня еще, я вижу, не разогрета полностью сковородка. И вот его немножко сложно отклеить. Но тем не менее, это возможно. И как только он отклеился, я снимаю его со сковородки. И перекладываю на пергамент. Дальше я хочу окрасить. Окрашиваю ее эту смесь зубочисткой, так как она вот сильно окрашивается. Вот так знаете, ядерно сильно. И чтобы регулировать этот цвет, яркость цвета, я вот окрашиваю зубочисткой. Хорошенечко все перемешиваю. И снова небольшой порцией выливаю на горячую сковородку. Хочу заметить, что вот этот ажур, он на сковородке подсыхает не совсем равномерно. Вот где-то тоньше, где-то толще. И вот смотрите, как только он отлипнет от сковородки, даже если он не полностью высох, Снимайте, потому что вот места, где эта смесь тоньше, то она может подгореть. Все, что не высохло на сковородке, потом высохнет уже на пергаменте. Сушка займет буквально 2 часа. Но чтобы вот не рисковать, чтобы потом этот весь ажур не сгорел, То я советую не ждать полного-полного высыхания. Как только вы можете его снять со сковородки, Снимайте и досушивайте уже на силиконовом коврике или пергаменте. Вот так лопаткой немножко можно помочь. Огонь средний. Огонь не должен быть большим сильно, но и не слишком маленьким. Вот средний как раз то, что надо. Размер этого ажура вы тоже регулируете сами. Вот сколько вы возьмете этой смеси, вот такого размера и будет этот ажур. Мне как раз нравятся вот небольшие такие блинчики. Разравниваю лопаткой. И вот как только я могу его снять, я быстренько снимаю. И пускай он уже высыхает постепенно на пергаменте. Хранится такой ажур долго. Субтитры сделал DimaTorzok и так мои заготовочки уже подсохли но они твердые они не гнутся и сейчас я покажу вам как сделать их гибкими как говорится все гениально и просто для того чтобы придать им гибкости я беру бутылочку с водкой с таким распылителем и распыляю на этот ажур буквально по несколько взбрызгивание и оставляю где-то на 15-20 секунд по истечению времени ажур начинает размякать таким он остается где-то 5-7 минут я считаю что этого времени достаточно для того чтобы придать ему любую форму и зафиксировать его в любом положении на тортики сейчас я хочу вам показать кстати как сделать вот такую композицию у меня есть розовый вот этот ажур который я заранее сделала и вот чтобы соединить между собой детальки или как сказать детальки лепесточки кусочки я просто смачиваю места склеивания водой обыкновенной водой даже не водкой а водой почему водой потому что вафля быстрее размякает и хорошо склеивается между собой теперь еще хочу показать как сделать такую композицию на шпажке шпажку берем любой длины или это может быть проволочка смачивая места склеиваем водой и вот между двумя кусочками фиксирую палочку хорошенечко все прижимаю и оставляю до полного высыхания объем такой композиции тоже зависит от того сколько элементов вы будете использовать чем больше таких меленьких элементов тем композиции получится пышнее надеюсь мое видео вам понравилось подписывайтесь на канал ставьте лайки и комментируйте и хранить такой декор надо просто в сухом месте я вот складываю это все в коробочку и ставлю где-то там на полочке главное чтобы не попадала туда влага